Премудрость, глава 4. Равновремя позеленеют в ветвях, но не имея твердости, поколеблются от ветра и порывом ветров искоренятся. Некрепкие ветви переломятся, и плод их будет бесполезен, незрел для пищи и ни к чему не годен. Ибо дети, рождаемые от беззаконных сожитий, суть свидетеля разврата против родителей при допросе их. А праведник, если и равновременно умрет, будет в покое. Ибо не в долговечности честная старость и не числом лет измеряется. Мудрость есть седина для людей, и беспорочная жизнь – возраст старости. Как благоугодивший Богу он возлюблен, и как живший посреди грешников приставлен, восхищен, чтобы злоба не изменила разума его, или коварство не прельстило души его. Его упражнение в нечестии помрачает доброе, и волнение похоти развращает ум незлобивый. Достигнув совершенства в короткое время, он исполнил долгие лета, ибо душа его была угодна Господу, потому и ускорил он из среды нечестия. А люди видели это и не поняли, даже и не подумали о том, что благодать и милость со святыми его, и промышления об избранных его. Праведник, умирая, осудит живых нечестивых, и скоро достигший совершенства юность, долголетнюю старость неправедного. Ибо они увидят кончину мудрого, и не поймут, что Господь определил о нем, и для чего поставил ее в безопасность. А они увидят и уничижат его. Но Господь посмеется им. И после сего будут они бесчестным трупом и позором между умершими навек. Ибо он повергнет их ниц безгласными, извинит их с оснований. И они в конец запустеют, и будут в скорби, и память их погибнет. В сознании грехов своих они предстанут со страхом, и беззаконие их осудят их в лицо их. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok